Здравствуйте! Тема урока «Главные урографические объекты Казахстана». Сегодня на уроке охарактеризуются главные урографические объекты Казахстана. Рельеф – это совокупность всех неровностей земной поверхности. Орография – это описание крупных форм рельефа, географического положения, их протяженности, абсолютных и относительных высот характера поверхности. Формы рельефа различают по размерам. Крупнейшие, к которым относятся равнины и горы. Крупные – это хребты, впадины, возвышенности. Средние – речные долины, холмы, овраги, балки. К мелким формам относятся бугры и дюны. Все формы рельефа взаимосвязаны. Мелкие формы рельефа могут быть наложены на крупные. Рельеф Казахстана разнообразен. В нашей стране представлены все формы рельефа. От низменных равнин до высокогорий. Самая низкая точка в Казахстане – впадина Каракия. Ее отметка – минус 132 метра. Самая высокая точка Казахстана – пик Хантанерий. В нашей стране преобладают равнинно-низкогорные области. Они занимают 90% территории Казахстана. Высокогорья занимают 10% территории Казахстана. Высокие горы находятся на востоке, юго-востоке и на юге нашей страны. Равнины – это обширные участки земной поверхности, характеризующиеся незначительными колебаниями высот. По высоте выделяют равнины низменные до 200 метров, возвышенные от 200 до 500 метров, а также плато 500 метров и выше. По происхождению равнины делятся на первичные и вторичные. Первичные равнины образовались в результате отступления моря и осушения земной поверхности. К таким равнинам относят самые крупные равнины Казахстана – восточноевропейскую, североказахскую и туранскую равнины. Вторичные равнины образовались в результате разрушения гор. Примером таких равнин являются равнины Сырой Орки. Предлагаю вашему вниманию видеоролик о равнинах Казахстана. Восточноевропейская равнина – одна из крупнейших на Земле. На территории Казахстана расположена только юго-восточная часть восточноевропейской равнины. Эта территория на востоке граничит с горами Мугаджары, на юге-востоке – с плата Устюрт, а на юге – с горами Мангестау. К восточноевропейской равнине в Казахстане относят возвышенность Общий Сырт, Придуральская плата и Прикаспийская низменность. Туранская низменность – это обширная равнина, протянувшаяся в южном Казахстане с запада на восток. На ее территории расположены плата Мангестау, Устюрт, большие и малые барсуки, Тургайская плата, Преоральские каракумы, река Сырдарья, пески Кызылкум, Бетпагдала, Моинкум, озера Балхаш и Алаколь. На Туранской низменности добывают такие полезные ископаемые, как нефть, газ, поваренную соль и соду. Речная сеть Туранской низменности слабо развита. Сырдарья берет свое начало за пределами Казахстана. После использования вод для нужд сельского хозяйства в Аральское море впадает очень малое количество речной воды. Житесусские реки – Или, Каратал, Аксу, Лепсы, Тентек – пресноводные. Североказахская равнина на юге граничит с Сарыаркой. На западе узкой полоской тянется до Зауральского плата. На востоке – полосой шириной 200-250 километров до Алтайских гор. Главная река североказахской равнины – Иртыш. Основные притоки впадают в нижнем течении Иртыша. С северной, левой стороны – Табол, Есиль, Вагай, Конды, с правой – Омь, Тарта, Демьянка. Здесь встречается лось, косуля, корсак, хорек, волк, лисица. Восточноевропейская равнина находится на западе Казахстана. Она заходит своей юго-восточной частью. Восточноевропейская равнина граничится горами Мугалжар, плато Устирт и горами Мангостал. На территории Восточноевропейской равнины расположены Прикаспийская низменность, возвышенность Общий Сырт и Предуральское плато. Прикаспийская низменность находится на западе Казахстана. Она граничит с плато Общий Сырт, Предуральским плато и плато Устирт. Поверхность Прикаспийской низменности осложнена Быровскими буграми. Ее абсолютные высоты от 28 до 149 метров. Поверхность низменности ровная, понижается в сторону Каспийского моря. Североказахская равнина находится на севере Казахстана. На территорию Казахстана она заходит своей южной частью. Она является продолжением Западно-Сибирской равнины. Североказахская равнина состоит из Табылоубаганской равнины, Есильской равнины, Есиль-Яртисской равнины и Ертис-Кулундинской равнины. Ее рельеф осложнен гривами и увалами. Туранская равнина расположена на юго-западе и на юге Казахстана. На территории Казахстана она заходит своей северной частью. На Туранское равнине расположены плато Устирт, Туранская низменность, Кэше и Улькен, Борсак, плато Бетпагдала, Пески, Моинкум и Козылкум. На территории Туранской равнины расположено Тургайское плато, плато Устирт и плато Бетпагдала. Тургайское плато расположено между горами Муглажар и Сырой Аркой. Плато Устирт находится на юго-западе Казахстана. Оно располагается между Мангастау и Аральским морем. Плато Устирт осложняется ченками. Ченки – это отвесные уступы. Бетпагдала располагается южнее Сырой Арки, к западу от озера Балхаш. На территории Казахстана находятся низкогорные области, которым относят горы Муглажар, Сырой Арку и горы Мангастау. Горы Муглажар находятся на западе Казахстана. Они являются продолжением уральских гор. Средние высоты – 300-400 метров. Наивысшая точка – Большой Бактыбай – 657 метров. Уральские горы делятся на два параллельных хребта. Впадиной Бершугор. Горы Мангастау располагаются на юго-западе Казахстана. Они сложены белыми и черными известняками Мезозоя. Поэтому хребты Мангастау называют Актау и Каратау. Наивысшая точка этих гор – гора Бесшокы – 556 метров. Сырой Арка или Казахский мелкосопочник находится в центральной и восточной части Казахстана. На севере Сырой Арка граничит с северо-казахской равниной. На западе и юге – с Туранской равниной. На востоке – с Алтайскими горами. На территории Сырой Арки выделяют массив – Казылрай, где находится наивысшая точка Сырой Арки – гора Аксуран. Также на территории Сырой Арки мы отмечаем Баянаульские горы. Горы Улытау, Кокщетау, Шангостау. Для закрепления знаний, полученных сегодня на уроке, я предлагаю вам выполнить следующее задание. Какой процент территории Казахстана занимают Высокогорье? Верный ответ. На территории Казахстана 10% занимают Высокогорье. Задание номер 2. Установите соответствие между типами равнин и их высотами. По высоте равнины делятся на следующие категории. Низменные – от 0 до 200 метров. Возвышенные – от 200 до 500 метров. И лото – 500 метров и выше. Выполним задание номер 3. Ставьте пропущенный орографический объект. Верный ответ. В состав Восточно-Европейской равнины, помимо Общего Сырта и Придуральского плато, входит Прикаспийская низменность. Выполним задание номер 4. Какой орографический объект не относится к Северо-Казахской равнине? Верный ответ. К Северо-Казахской равнине не относится Туранская равнина. Туранская равнина находится на юге Казахстана. Выполним следующее задание. Какие орографические объекты расположены на Туранской низменности? Верный ответ. На Туранской низменности расположены следующие объекты. Моинкум, Устирт, Придуральские, Каракумы, Бетпагдала. Выполним следующее задание. Установите соответствие между горами и их вершинами. Верный ответ. Вершина Сарарки, гора Аксуран. Вершина Муглажар, большой Бактыбай. Вершина Мангастау, без Шокха. Сегодня на уроке вы узнали, что равнины низкогорной территории занимают 90% территории Казахстана. Поэтому Казахстан по праву называют страной великих равнин. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин